58-й армии и 44-го погранотряда. Возможные пути проникновения на территорию республики, прохода, были определены и на них были выставлены дополнительные виды нарядов. За время проведения... Наряды на самом деле были на бумаге или на границе? Наряды были на границе. Проверяли. Существует специальное подразделение, которое занималось непосредственно проверкой деятельности. Я спрашиваю о ваших личных действиях. Проверяли. О ваших? Проверял. Вот вы знали, что там через границу нефть проводят, проводят нефтепродукты или что? Об этом вся республика знала. А вы знали об этом? Нет. Что проводят нефтепродукты, конечно, знали. И что вы сделали, чтобы их не провозили? Вы допускали, наверное, вы, что там, где проводят нефтепродукты, там провезут и бандиты. Провезут, я говорю, не пройдут. Мысль такая, конечно, допускалась. То, что касается незаконного провоза ГСМ и нефтепродуктов, за этот период и даже за период, который вы говорите, после событий в Назране, задерживались, неоднократно задерживались, в больших количествах задерживались нефтепродукты. Все материалы, все, значит, все те наливники и нефтепродукты, которые задерживались сотрудниками наших подразделений, передавались в горы и органы по территориальности для принятия соответствующего решения. То есть эти нефтепродукты провозились, да? Естественно, если они задерживались, конечно, они провозились. Да, если задерживались. А как они провозились? Где они провозились? Те, кто занимался нефтебизнесом, в основном, конечно, это провозились по объездным дорогам, которые периодически приводились в негодность. Периодически, потому что постоянно это делать невозможно. Для этого не было и технических средств, для этого не было и материальных средств. Когда определялись, когда поступала оперативная, иная информация, когда проводилось обследование, рекогностировка в зоне административной границы, и выявлялись эти дороги, объездные дороги, временные, так называемые, которые были на тот момент, принимались меры по приведению их в соответствующую негодность, для того, чтобы невозможно было по ним проехать транспортным средством. И часто вырывают окопы, они ее зарывают, и нефть продолжает, и нефть или что-то. Практически эти мероприятия проводились ежемесячно. Одни закапывали, другие выкапывали. И ничего нельзя было сделать. И там секреты, засады, посты выкапывают. Выставляли, но я хочу еще раз повторить, что той численности личного состава, которая была в подразделении, должным обеспечивать безопасность на границе, не хватало для полного перекрытия, полного перекрытия, 212 километров непосредственно на границе с Ингушетией, или же 657 всех административных границ. Выставлялись. Я говорю о том, что проезжали, там что, вся граница, на территории, которая граничит с Ингушетией, на всех этих 212 километров можно проехать? Нет. Я говорю о том, где проезжали. Там таких мест мало, я тоже местный. Так вот речь идет именно об этих участках. Там посты были, засады были. Секреты, маневренные группы, да. Ну я вижу, мы долго будем говорить. Скажите, пожалуйста, а почему же, если в Осетии штаты укомплектованы, говорят, как нигде в России, как и в МВД, из Арминистра, да. Да. Если была опасность со стороны вот этих соседей, восточных соседей, как и в Северо-Восточных, если всего несколько участков, по которым могли проехать террористы, вы не смогли обеспечить. Я не понимаю, как же. Как же. Как оценивать работу. Вашу и вашу починенку. Вы знаете, что они беспрепятственно, спокойно, свободно проехали. Вы не могли бы сказать причину, почему это случилось. И кто виноват в этом, наверное? Я не спрашиваю вас о границах с Грузией, там с Дагестаном, или с кем у нас, с Кабаргой. Опасность-то все понимали. Там, да? И там тоже. Там террористов в основном. Оттуда всегда ехали. Как же получилось? Кто в этом виноват? Я не говорю, мы о Хулаеве не говорим, а в этих бандитах не говорим. Они составляли план, они готовились, они выясняли, наверное, где можно проехать, где нельзя. А вы разве не должны были заниматься этим? Вы знали, что до вас доводилась информация о том, или докладная, или РАФО, руководителей правобережного ОВД, о том, что необходимо выкопать траншеи, траншеи копателя. Они ставили этот вопрос, они так говорят. Знаете вы об этой? Знаю. Для этого нужно было сколько денег, не помните? Значительная сумма нужна была. 700 тысяч? Да. Значительные вы считаете? Считаю значительные. И вот вы лично, как добивались получения этой суммы? Или суммы, или как вы добивались того, чтобы хорошие траншеи выкопать, хотя бы на два месяца, на три месяца, они большие. Вот как мог и за 700 тысяч повиснуть этот вопрос? И кто опять виноват? К сожалению, подразделения, которым я руководил, не располагало ни финансовыми средствами, не имели и ни своего счета, и финансов от вышестоящих подразделений мы тоже на это не получали, хотя неоднократно отправляли им заявки. Для технической укрепленности постов проведения необходимых мероприятий направляли в Ростов, направляли в Москву. К сожалению, мы этих финансовых средств не получили. А 58-я армия... Нет, я отвечаю вам в части того, что вы говорите, надо было выкопать траншею в районе 8-го поля. Я, вы сейчас об этом сказали. То, что касается именно траншеи и копателя, значит, те подразделения армейские, которые находились на территории нашей республики, и к ним мы обращались с такими прозвами, однако... Вот вы к кому обращались из-за руководства? Я? Да. Значит, по вопросам я лично обращался к руководству... Вот по этому вопросу? Да, к руководству и 49-й бригады внутренних войск. То есть, к Дзантиеву обращались? Он, по-моему, министром был. К Дзантиеву обращался. И что он сделал? К Дзантиеву тоже обращался и в 58-ю армию, и в 49-ю бригаду. Они ссылались на то, что в настоящее время вся техника, которая находится здесь, неисправна, другая находится в Чеченской республике. Поэтому военную технику мы привлечь не могли. А тогда при чем здесь 700 тысяч рублей? Запросили у райотдела, потому что райотдел обратился с такой просьбой. Ему обозначили такую сумму. Там были гражданские организации, которые тоже привлекались к этим мероприятиям. Какие гражданские? В Правобережном районе вот эту так называемую ров, это копали гражданские организации. Автобат один раз туда только привлекался. Находили трактористов, просили их и выкапывали. Я не понимаю, если Соболев просил 700 тысяч, руководство райотдела. Для чего он просил 700 тысяч? Значит, у него была техника? Вы замминистра, вы должны все это сделать. Я вам говорю, что на наше обращение нам поясняли, что техника в неисправном состоянии. Если Соболев 700 тысяч попросил, значит, на тот момент у него уже какой-то из этих трактористов, или был восстановлен, или же они провели плановую замену в Чечне. Я дилетант в этих вопросах. Но правильный вывод сделаю, что не нашли 700 тысяч, ни МВД, никто. Поэтому боевики свободно проехали, поэтому из-за отсутствия 700 тысяч, а у нас есть целые подразделения, к сожалению, которые владеют солидными суммами. И по этой причине погибли люди. Правильно я вот вывод сделал? Из-за 700 тысяч, которые ни замминистра, ни министра, не нашли. А перед президентом ставили вы этот вопрос? Я перед президентом этот вопрос не ставил. А кто ставил? Не знаю. Вот Засохов здесь сказал, что он понятия не имеет о том, что существовала такая проблема. Я его так понял, что если бы, и я уверен даже в этом, если бы перед ним поставили этот вопрос, то нашлись бы эти деньги. Почему же вы не кричали, зная, что это очень важно? А это важно было? Конечно. Ну почему же вы так спокойно? Нет денег? Ну и ладно. Веслане не копают, где полно спиртзаводов и прочих предприятий, а их, они, наверное, тоже нуждались в охране. Ну и ладно. Расскажите, пожалуйста, вы где были вот три дня? Ну, может быть, селесенец. Вы знаете, что руководители правобережного ОВД применили уголовную ответственность за халат. Да. Как вы считаете, вправе на применение? Я не вправе давать эту оценку. На это есть органы прокуратуры, на это есть суд. Я не правомочен. А вы оценку своим подчиненным не вправе давали? Подчиненным вправе. Они не подчинялись ни в какой мере, ни в какой мере, ни в каком. В оперативном подчинении находились. Ну, с точки зрения оперативного подчинения, вы считаете, правильно их привлечь подчинения? Я не знаю всех моментов, поэтому делать какие-то выводы не могу. Вот и в частности обвиняют в том, что они не обеспечили закрытость границ. То есть, то, что и вы не обеспечили. Как вы считаете, вы обеспечили закрытость границ? Настолько, насколько это возможно, при той численности личного состава, да. А в чем выразилась закрытость границ? Я могу, я знаю, что она открытой была, вот бывает это, подсорили. А в чем же закрытость? Насколько вы их закрыли? Я понимаю, если бы прошли пешком боевики трое, пятеро, через перевалы какие-то проникли, а когда свободно ездят и возят бензины, там, керосины, или что, я не знаю, и спокойно ездят на огромных машинах по дорогам, я не могу сказать, как же вы там закрыли границ. А вы не считаете себя виновным в том, что граница эта осталась открытой? Конечно, считаю. А в чем вы считаете себя виновным? Ну так, здесь уже люди. Я думаю, я думаю, что, скорее всего, в недостаточном контроле, скорее всего, а это чисто, что касается должностных инструкций, а чисто по-человечески, конечно, морально тоже считаю себя виновным. Потому что любая, любая смерть, одна даже, она на любого человека возлагает ответственность. недостаточный контроль. Почему же вы недостаточно контролируем? Все надеялись, да, на авось? Да нет, не надеялись. Вы думаете, что там только бензин будут возить или так же? К сожалению, к сожалению, на это есть объективные причины. И действительно, той численности, я еще раз повторяю, той численности личного состава, которая выполняла задачи на границе, ее, естественно, не хватает. Понятно, по-моему, сколько нужно было численности, чтобы дороги перекрыли? Дороги. Ну, я уже полдонить начинаю, я не сказал, по-моему. Сколько же нужно было людей, чтобы дороги перекрыть? Вы знаете, нефть, меня не доходит, а поэтому нефть возят, дороги есть, их выкапывают и закапывают, проблема есть. 700 тысяч рублей только нет, и людей нет. Сколько людей надо было для того, чтобы дороги закрыть? Вы же понимаете, если бы пешком прошли даже 40 человек, то беды такой бы не случилось. Они, по-моему, не могли бы пройти. Где-то как-то их пересекли. Я говорю о дорогах. Понятно. Скажите, что вы, где вы были три дня? в Беслане были? Никак нет. Нет. Значит, о том, что произошло в Беслане? Я не мог находиться в Беслане, потому что я выполнял приказ и находился в совершенно другом направлении, выполнял задачи там. А какой приказ здесь не секрет? Не секрет. Приказ министра внутренних дел, я с личным составом подразделений своих и частью армейских подразделений находился на прикрытии Камгоровского и Царского участка административной государственной границы. Все это время. Может быть, вам надо было на том участке стоять на прикрытии? Значит, я выполнял приказ и осуществлял выполнение задачи, которая была передо мной поставлена. Попов, скажите, пожалуйста, в чем вы видите причины вот этого теракта, этой трагедии? Причины? В том, что на сегодняшний день, к сожалению, существуют террористы. Это основная причина. Это я. А в чем причина того, что они существуют? А я в чем причина того, что они успешно действуют? В данном случае, я имею в виду, в данный теракт. Они виноваты. но мы не можем ограничиваться. Террористы убивают, но они и виноваты. Будем сидеть и ждать, что нам будет какой-то доктор. Вы к обсуждению приказа в министерство. Вам что-нибудь известно о приказе номер 500 вашего министра? О 500 приказе? Да. Конечно, известно. Вы, наверное, имели такое отношение к его разработке? К его разработке я отношения не имел, а известно мне об этом приказе стало, потому что об этом приказе меня спрашивали после этих трагических событий и о допросах в прокуратуре. Этот приказ я знакомился вернее с этим приказом, когда находился на службе. Понятно. Скажите, пожалуйста, а почему этот приказ написали и он остался на бумаге, а в правобережной ОВД он не поступил? К сожалению, на этот вопрос вам вряд ли отвечу, потому что к делу производства я не имею никакого отношения. Почему он не поступил, в какое время поступил, я не могу вам ответить на этот вопрос. Не в дело производства. Я спрашиваю, что же это за уровень работы руководства министерства, которое пишет приказы важные, нужные, причем на основании приказов МВД России, правильно? Так точно. А до подчиненных эти приказы вовремя не доходят или вообще не доходят. Чем же занималось руководство, когда пишет приказы, до чего оно их пишет, если подчиненные их не получают? А ведь если бы этот приказ, наверное, получил, вы милиционер высокого уровня, если вы приказ в ОВД получили, может быть, они почесали немного затылок и что-то сделали, как вы оцениваете, кто же здесь виноват? Здесь руководство виновата или технически секретарь виноват? Что это за постановка, за организацию работы руководства, приказы которого до подчиненных не доходит? Здесь руководство, я думаю, виноват. А вы как думаете? Я не знаю причин, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Владимир Николаевич, в момент совершения теракта 1 сентября, что вам было известно о количестве заложников? Значит, в момент совершения теракта 1 сентября о количестве заложников мне было известно только то, что было известно и другим, потому что 1 сентября я находился в Чермени, с 30-го линия семья, с 30-го августа я находился в Чермени. 1 сентября также находился в Черменской средней школе номер 1, потому что там возникла конфликтная ситуация, которая могла потом привести нежелательным последствиям. И опять-таки повторяю, я выполнял прямое указание своего руководства о том, что произошло в Беслане, я узнал, находясь в Чермени, прибыв в Беслан, узнав о том, что захвачено значительное количество число заложников, прошу прощения, значит, мне там в течение 20 минут была поставлена министром задача, и я убыл на ее выполнение. В последующем я прибыл в Беслан, лишь 4-го числа утра. Значительное число это какое число? Можете пойти? Не могу, потому что я цифрами, вернее, когда мне ставила задача, я эти цифры не слышал, я сразу оттуда выехал. не доводила какое число заложников? Когда после? 2-го, 3-го. 2-го, 3-го, 4-го числа я находился в Комгароне. То есть с руководством своим больше... Я своему руководству докладывал только об оперативной обстановке в зоне ответственности, где находился. Спасибо, нет вопроса. Потерпевшим, прессу денег? Можете, не теряю, что-то поднесу. Хоть прокуратура это нашла. Это и дело. Поговорю, вопрос. Скажите, пожалуйста, сейчас есть такая доля с вами министр по административной границе? Сейчас она есть еще, да. А силы есть в этой этой среде? В настоящее время силы такие же, как и были прежде, потому что тот вопрос, который поднимался о создании, о возсоздании, вернее, сокращенного в 2003 году полка, который непосредственно обеспечивал охрану административных границ, он до настоящего времени не решен. Значит, полк не сформирован, так как под это не выделены деньги. Сейчас МВД республики формирует батальон оперативного назначения численностью 500 человек. Если численность полка была тысячей заложенной, то, что мы просили МВД России, то, что МВД России просила в правительстве России, этот вопрос остался без решения, к сожалению. Сейчас сформируется батальон численностью 500 человек плюс к тем силам и средствам, которые были задействованы на границе ранее. Понятно, что административные границы это не государственные границы, но вот вы говорите, если будет сформирован такой батальон, каким образом будет тогда все-таки вот эта протяженность обеспечиваться возможное пролетовение, чтобы не было этого возможности если мы к тому, что имеем сейчас. техника выделяется кроме этих секретов, которые мы сейчас говорим. Значит, по штатной численности, по комплектации этого батальона предусматривается выделение и бронетехники, и другой техники, и специальных видов вооружения. Нет, это позиция Министерства внутренних дел нашей республики. А где деньги? Местный бюджет. Местный бюджет. Ну, уже есть договоренность? Включили в бюджет? Есть, есть договоренность, идет формирование. Значит, часть подразделений приступили к боевому слаживанию, к обучению, и, скорее всего, определенная часть этого батальона приступит выполненность где-то в марте месяце. И еще вопрос. Вот вы в курсе лично маршрут, в который добрались боевики к школе Беслана? Ну, конечно, тот маршрут, который стал известен в последующем. Тот маршрут, который, конечно, он стал известен. Ну, а как, вот все-таки, еще раз я возвращаюсь, как можно было бы идти в проселочную дорогу, и правда, что газ 66-й пройдет и по бездорожью, и не надо там накатывать дорог. Но, как можно обеспечить это сегодняшний день, вот пока вы будете заместителем министра, в вашей виде этой проблемы? Такая возможность есть. Такая возможность есть. Я, может быть, опять повторюсь и буду повторяться. Возможность есть. Полностью подготовленная рекогностировка, полностью подготовлены все расчеты. Все единственное опирается в численность личного состава. в том направлении, откуда прибыли боевики, там были посты? В том направлении, откуда прибыли, конечно, были. Были, да? Сколько постов? Сейчас можете сказать? Значит, в том направлении, непосредственной близости от Вседорского леса у нас было два КПП, один ОПМ, от которых выставлялись определенные виды нарядов. Естественно, куда и количество я не могу взять. Вот по утверждению Кулаева нигде не встретили работников на постах, нигде их не останавливали. Вот что-либо вам более конкретно все-таки, вот какой дорогой они могли ехать, чтобы не встретить посты, о которых вы говорите, что там должны были стоять? Той дорогой, которую они проехали, к сожалению. Но они по дороге только ехали? Нет, они ехали по пересеченной местности, по полям, по пересеченной местности. На дорогу они выехали потом, это дорога, которая идет между Батакой и Целыком. Скажите, вот вы пояснили, что 4-го числа вы прибыли из Камгарона. Вы в Беслам прибыли или в город на своей стороне? 4-го числа значит по команде министра я прибыл вместе с подразделениями в Беславе. В Беславе. Вы принимали какие-либо там какой-либо участие? В чем либо? Нет? Нет. Подразделение передал в подчинение тех сотрудников, которые занимались проведением мероприятий. Сам получил задачу от министра и начальника УВД по Южному Федеральному округу и выполнял ее. Ясно. Один вопрос еще к вам. Скажите, а перед первым сентябрем было усиление вообще по МВД? Вы знаете, практически в этом режиме МВД работало и до первого сентября, и в августе, и в юле, потому что постоянно, постоянно, постоянно шла информация о том, что возможно, 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 практически у нас усиление постоянно. Несообразовывается. Владимир Николаевич, вот вы не так относились, что численности личного состава численности было недостаточно. Понимаете, какая цифра? Какой личный состав на тот момент у вас? На тот момент? Непосредственно в управлении непосредственном управлении по границам было 53 человека. После сокращения полка часть личного состава была передана в районное управление внутренних дел и в райотделы. И, исходя из этого, ежесуточно на обеспечение безопасности границ задействовалось более 400 сотрудников милиции в суточном режиме. в усиленном варианте эта цифра порядка в 1,2-1,3 раза увеличивалась. Конечно, конечно. А скажите, вот полк его упразднили еще вам известно мужчина? Известно. Почему? Значит, полк чищен... Это федеральная была служба? Никак нет. Никак нет. Это был полк. Он создавался наподобие полков патрульно-постовой службы с соответствующей техникой, с соответствующим количеством личного состава. Этот полк численностью тысячи человек был сокращен ввиду отсутствия финансирования. Финансирование за все средства местного бюджета. В 2003 еще вопрос. Вы говорили, что применяли военную технику в Гатвале раньше. А вот насколько это было эффективно? Нет, до этого применяли. Я знаю, в какой техник идет разговор. это было эффективно? То есть осыпался носом, как часто надо было обновлять и что это за ров был? Можно было засыпать вручную? То есть реально этот ров какой-то кипятки создавал? Временно. Иначе было незакарпан временно. Временно что имеется в виду? И вообще что там за параметры этого рова? Ну там в зависимости от того сколько раз пройдет допустим эта техника он получался глубиной где-то метр шириной мог быть 50 мог быть метр зависимости глубиной да это другие немножко другая техника это баты это не противотанковые рвы временное препятствие для грузовика достаточно по ширине по глубине достаточно а так это вы ни разу не попытались установить людей которые закапаны не можете сказать что это за люди это я знаю что это за я вам фамилии назвать сейчас не могу ну хоть кто они откуда будем говорить так жители и правобережного района тоже жители нашей республики вы знали я всех не знал но часть знали и почему же вы для это не приняли почему не приняли принимали соответствующие меры какие конкретно на этот вопрос я вам ответить не могу потому что я не помню фамилии и к кому какие меры были приняты тоже нет но в райотделе естественно это все известно все там это зафиксировано в райотделе все зафиксировано но назрите какие возможные меры к ним могли быть приняты к ним да вы принимали еще не раотдел нет мы не принимали как если если их задерживал к примеру райотдел вы задерживали мы передавали по-любому по территориальности это основной принцип любой задержанный передается в территориальном любой за что нужно задержать мне в отделе остается и что там мы говорим о терроризме с вами вы замминистра который должен был обеспечивать охрану границ вы мне говорите о людях которые закапывали я не могу назвать этих я и говорю вы узнали почему вы не нашли этих людей не выяснили почему это они делают что они это делают как они кто за ними стоит вы говорите о приездах скорее всего они это делали с целью достижения и у них были свои какие-то интересы те же о которых вы говорите и тот же самый незаконный нефтебизнес и другой бизнес они что сильнее вас сильнее МВД оказались или кто-то был заинтересован в том чтобы эти дороги пили я не знаю таких людей которые были из числа сотрудников МВД в этом заинтересованы а преступники естественно в этом заинтересованы были и будут а в чем тогда были заинтересованы сотрудники МВД чтобы границы закрыты они оказались не допущение совершения преступления ну как же последний вопрос вы лично так обеспечили охрану этих границ вы лично я не говорю о расчетах вот граница оказалась открытой а вы отвечаете за закрытость этих границ за безопасность правильно этих границ за безопасность людей и закрытость границ вот вы лично что сделали как вы обеспечили закрытость границ Я прямой человек Вот видите Одних судят А другие продолжают сидеть на месте В креслах высоких И составлять расчеты А третьих повышают в должности В гости террас Вы считаете это нормально? Что повышают в должности? Да Но этот вопрос видимо к тем кто повышает в должности Владимир Николаевич Вы сейчас замминистра Тоже замминистра по административным границам? С настоящее время да Вот сегодня Если вот такие же террористы как Кулаев Захотят приехать в Весла Они не смогут сделать это Во всяком Во всяком случае Смогут, не смогут Уже полтора года прошло После террориста Смогут или нет? Ну конечно смогут Если не хватает численности Иначе это не исключено В таком случае Численность даже осталась Дозер и коридорчук Ну уже никак Могут понимать Вы должны ее ответить Я не могу вам ответить на этот вопрос однозначно Во всяком случае я знаю одно Что Возможные меры принимаются Смогут, не смогут Не знаю По Богу, извините Если вы здесь Сегодня Вы можете Людям сказать Что вы сегодня Не обеспечиваете безопасность границ Вам с работы надо уйти Пострадавшие есть Как замминистра Вопрос я вам такой задаю Как замминистра Значит Не как по должности А как гражданин Честный гражданин России Почему вы не поддали в отставку После того Как по вашей вине Произошел теракт Почему вы Лично Не поддали в отставку Интересно Дети ему не снятся И второй вопрос Если те Которые проехали Не люди Через леса Но они же выехали На Целыхскую дорогу Где же ваша Охрана была там Где же Топасты были Они же проехали По Целыхской дороге И выехали На Центральную Федеральную трассу Где была охрана Ладно Лесами охраняются Ответьте пожалуйста На этот вопрос Хорошо Не охраняются там Кто наказан Из-за этого Подождите Тишину В зале Обеспечен Дайте мне возможность Вы меня Поняли Сейчас спрашиваете Да Посты Там в лесу Не стояли Ладно Не видно было Куда они проезжали Но Они выехали На Целыхскую дорогу И проехали Через федеральную трассу Где посты были Я понял ваш вопрос Если они проехали По этой дороге Значит далее На Целыхской На федеральной трассе Постов не было Если они проехали там Я ваш вопрос понял Я понял ваш вопрос Значит если они проехали По Целыхской дороге И потом выехали На федеральную трассу Их никто не остановил Значит действительно Там постов не было Почему не было постов? Пусть ответит. Я не доволен ответом. Почему не было постов? Не были выставлены посты. На границе посты были выставлены. В населенных пунктах почему не было выставлено постов? И на федеральной трассе? Я на этот вопрос вам ответить не могу. Почему они не были выставлены, я не знаю. Я не министр. На первый вопрос, который я задавал Владимиру Владимировичу Путину, если он виновен, почему не ушли в отставку виновные люди? Вы мне не ответили на этот вопрос. Я ему тоже задавал. И вам задаю тоже этот же вопрос. Виновные люди должны были покинуть свои посты. Почему вы не подали в отставку? Что, трудно ответить? Что, трудно ответить? Значит, я вам могу сказать одно, что после того, как это случилось, после того, как это случилось, мною был подан рапорт об отставке буквально на второй день моему руководству. Кому? Министру. Зантию? Да. Он не принял отставку? Мой рапорт был подан. Он принял отставку? На сегодняшний день я работаю, значит, отставка не была принята. Еще один вопрос к вам. В настоящее время вы продолжаете выполнять ту же работу? Последний раз, когда вы объезжали границы? В настоящее время я эту работу не выполняю. В настоящее время эту работу выполняет заместитель министра Баскаев, так как мною был подан рапорт об отставке также три месяца назад. В настоящее время я нахожусь в распоряжении. Все понятно. Отсторонили вас что-то? Пока нет, приказ еще не пришел. А за что вы зарплату получили? Два года. Три месяца назад у меня был подан рапорт. Приказ еще не пришел из МВД России о моем увольнении из органов внутренних дел. Вы считаете себя виновным? Ответьте на этот вопрос. Нет. Вот лично вы считаете себя виновным? Если вы, на чем мы этот вопрос? Еще пусть сразу ответят. Чтоб следственные органы знали, что он считает себя виновным. Мы этого добиваемся. Мы ищем виновных в гибели наших детей. Поэтому я ничего другого не требую. Признать руководство республики или МВД, чтоб признали себя виновным. И тогда они должны сидеть вместе с райотделом правобережного района. Вот и все. Спасибо за внимание. Вы, потерпевшая Дудиева, вы говорили, что вы заявляли в Ростов и в Москву то о нехватке технических средств, о нехватке людей, которые должны были быть в распоряжении вашего ведомства. Вы получали ответы? У вас были письменные заявления о том, что у вас недостаток средств, недостаток сил, недостаток финансирования? Да, у нас были письменные обращения в этой инстанции. Ответы были вам? Мы не всегда получали на это ответ. Ну вот до 1 сентября, до теракта, вот непосредственно ваши крики о том, что у вас недостаток всего вот этого. На это были ответы? Нет, ответов не было. Значит, я правильно понимаю, что мы можем предъявлять претензии и к руководству Южного федерального округа, и к федеральному руководству, что с вашей стороны, как от заместителя министра, в чьем ведомстве охрана границы, подавались такие заявления, но на них не реагировали. Значит, они должны разделить с вами ответственность? Я правильно понимаю? Это ваше право. Как вы считаете, вы сейчас должны ответить? Вы один должны нести ответственность за то, что случилось, потому что граница была открыта? Или те люди, которые... Она не была открыта. Она была открыта, потому что проехали беспрепятственно. Тот отрезок, который вы без конца то раскапывали, а там закапывали. И вы находили людей, и не призывали, и не сажали их. Значит, вам было на руку кому-то, всем. Я считаю, что непосредственно вам, значит, раз вы тратите финансовые средства, раз вы посылаете людей перекопать границу, через неделю ее опять закапывают, вы опять ее перекапываете. Значит, это было выгодно вам. Или кому-то, назовите кому. Я не знаю, кому это было выгодно, но мне это не было выгодно, и нигде не было нужно. Ну да, но как тогда понять то, что границу перекапывают, вы без конца ежемесячно, несколько раз в месяц тратите средства на то, чтобы перекопать, и никого не ловите. Это же ваше ведомство. Это значит, кто-то сводил на смарку вашу работу. Это диверсанты, это террористы шли по этим дорогам. А вы не принимали меры. Вы же не принимали меры. Вы молчите, потому что вы не знаете, как ответить. Вы не считаете, что руководство Южного федерального округа и руководство федеральное должно как-то, наверное, сейчас тоже отвечать, почему на ваше заявление не было ответов. Это все способствовало тому, что на 1 сентября вот этот отрезок дороги границы был открыт. этот участок, за который отвечаете вы непосредственно. Даже раньше, чем министр внутренних дел. Вы несете за это ответственность. Я ответил, что это право предъявлять претензии. А вы не предъявляете претензии к тем, которые оставили вас без средств и с чьего сопутствия, значит, граница осталась открыта, вы не справились с поставленными вам задачами? Мы не получили ответ на свой вопрос. И продолжали работать. Продолжали работать так, как у нас, теми средствами, теми силами, которые мы имели у себя в распоряжении, продолжали работать. Я хотела бы сказать вам, заместитель министра внутренних дел, Попов Владимир Николаевич, после вашего сегодняшнего выступления в суде, я считаю, что вы должны нести ответственность за то, что произошло. Вот мы долго вас ждали в суде. Я не знаю, какое заключение потом будет выносить суд, прокуратура, общественность. Я считаю, что по вашей вине непосредственно то, что произошло в Беслане, то, что случился теракт, это непосредственно ваша безответственность, ваше бездействие и ваша халатность. Преступная халатность. Вы должны разделить эту ответственность. Да. И вы должны эту ответственность разделить вместе с вашим ведомством, райотделом внутренних дел, правобережным, райотделом Бесланского РОВД. Должны разделить ответственность непосредственно вы и ваш руководитель Дзантиев. Можно? Да, пожалуйста. Владимир Николаевич, из вашего выступления я поняла, что погранотряды не были технически укреплены. Еще говорили о нехватке сил и средств. В МВД РСО Алании более 7 тысяч сотрудников. Почему они не на бумаге, а не были задействованы в усиленном режиме. И, наконец, кто прозевал 31-го эти посты? Батако, Цалык. Кто понес наказание в административном порядке? То, что касается нехватки сил и средств, я опять буду повторяться. А кто понес наказание в административном порядке? У нас после этого находилась и бригада прокуратуры России, находилась и бригада Южного федерального округа. И ряд сотрудников, я единственное, может быть, не назову, какие были приняты меры, но ряд сотрудников, более, если мне не изменять, более 20 человек было наказано. Из тех, о ком вы говорите, о тех подразделениях, которые находились в зоне административной границы. Некоторые были уволены из органов внутренних дел. За что были уволены? Я сейчас формулировку просто не могу назвать, это мне надо поднять приказы и посмотреть. И еще, Владимир Николаевич, кроме этих сел, Цалак и Батахов, Беслане были сняты все посты. Наши же районные нам отвечали. Был какой-то звонок сотрудникам МВД, дежурным. Какие посты уточняйте? ТПС, патрульные службы. И был звонок дежурному райотделу милиции правого берега, что отбывает засоха в Нальчик. Надо посты все снять отсюда и выставить на трассу. Кто автор этого звонка? Он ложный или... Значит, я на этот вопрос вам ответить не могу, потому что эти подразделения ни в какой степени мной в этот момент не курировались, никакие распоряжения я им не отдавал. ГИБДД – это подразделение, которое ко мне не относится, и к тем постам, которые находятся на границе, они не имеют отношения. Я с ним просила. Царахова, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, именно вот вы же уже знаете, где проехали боевики, да? Они не по лесу, не по полю проехали. Я могу сейчас спросить у Кулаева. Они ехали по дороге. Вот именно в этом месте пост должен быть стоять на границе или нет? Я отвечал на этот вопрос. Я отвечал на этот вопрос. Вы не ответили точно, должен был там стоять пост или нет? В целый ке поста не должно было быть. А на верху должны были выставляться дозоры, засады, маневренные группы. Они стояли там? Помню, смотри. Сотов, пожалуйста, отвечайте в микрофон идет запись. Прошу прощения. Стояли они там? Вы говорите, что вы постоянно проверяли посты. Стояли там на посту люди или нет? Там и сейчас находится пост, от которого выставляются определенные виды нарядов. Должны были находиться там. Значит, не было их там. Должны были, это на бумажке. Понятно, что должны были. А были они там или нет? На бумажке много. Вы скажите, как могли вы ответить? Да, я ответил. Да, я как мог, я ответил. Как вы ответили? Были там или не были? В этой зоне находится у нас пост, от которого должны были выставляться. Должны были быть посты. Должны были, сухонные, что ли? Должны были. Ну, должны были быть там до зоны. Да или нет? Черное или белое? Если проехали, значит, не было. А кто за это отвечает? Посты. Посты. Посты, которые... Посты, которые... Посты. Посты, которые... Вот я его скажу. Кто за это отвечает? Агузаров, Щепель, или вот этот милиционер, кто за это отвечает? Или Кулаев, который беспрепятственно проехал. Такого министра никто не может отвечать. В прокуратуре можно обратиться? Я заявляю, или ходатайству, или как это называется, или требую, чтобы вот этого Попова и по его вине проехали бандиты. Это не террористы, это бандиты. И убили наших детей. Я требую, чтобы против него возбудили дело уголовное. И все. Лично против Попова я требую. Царахова, потерпевшая, которой зажгли сына единственного, я требую. Кто еще требует? Все. На нем кровь наших детей, так же, как и на террористов. Пусть террас моет эту кровь с себя. Помещи ложите в карманы, и мы прекрасно знаем, как вы ложите на границах деньги. Царахова. И как вы эти... Царахова. Да. Если у вас есть податайство, пожалуйста. Я заявляю. Обратитесь в списке на форме или в какой обратитесь в парковку. Привлечь Попова в уголовную ответственность за халатность. За преступную халатность, по вене которого три дня 3300 человек были в аду, и из них 331 не вышли оттуда, а сгорели. Не просто погибли, а сгорели. Заживо. И вместе с ним мало-то мы говорит по границе, я и вот слова цитирую. Субтитры создавал DimaTorzok